В этих анализах нет смысла. Бесполезные анализы, без которых точно можно обойтись. Как вас разводят нутрициологи? Действительно, обследоваться нужно. Это важно, если вы хотите долго жить и качественно. Не болеть, предотвратить различные заболевания. И сейчас современные клиники, больницы предоставляют полный спектр обследований и анализов. Но есть и анализы, которые клиники навязывают специально для того, чтобы заработать на вас, на вашем доверии. И вы потратили чуть-чуть больше средств, чем планировали. В этом ролике я расскажу о шести анализах, один из которых вы точно сдавали, а может быть даже и несколько. И тем самым после просмотра это сэкономит ваше время и деньги. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. И я вам дам три самых обязательных анализа, которые нужно сдавать каждому ежегодно. И начинает наш топ бесполезных анализов антитела к хеликобактеру пилори. Я думаю, с этим сталкивался каждый, кто когда-либо испытывал какие-то проблемы с желудком, либо с желудочно-кишечным трактом. Действительно, бактерии хеликобактер пилори приводят к эрозивному гастриту, к развитию язвы желудка. Этот анализ действительно нужно сдавать людям, которые испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И будь то изжога, будь то чувство тяжести, будь то нарушение пищеварения, диарея и так далее. Но так ли важны антитела к хеликобактеру? В целом, зачем вам знать, был ли у вас хеликобактер или нет? А антитела, они показывают лишь след. То есть, в целом, у вас этой бактерии уже может не быть. Но несколько месяцев антитела будут положительны. И что? Вам назначат антибиотикой, вы будете его пить. То есть, этот анализ, он не показывает наличие бактерии в данный момент. А самое главное, то, что невозможно определить. У каждого человека совершенно индивидуальный организм. И то, что для одного будет вероятной нормой, для другого будет патологией. Поэтому для того, чтобы выявить хеликобактер пилори, применяется дыхательный урязный тест. Что является золотым стандартом. А антитела к хеликобактеру, это просто неприятное дополнение, которое в целом сдавать никому не нужно. Следующий бесполезный анализ, это по Осипову. Дело в том, что что придумали? То, что берут абсолютно любую среду. Будь то среда носоглотки, будь то среда из уретры, из влагалища. В принципе, любую. И определяют наличие там бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и так далее. Стоит сие чудо 5000 рублей. Примерно. И делается от 5 до 14 дней. Почему же он не информативен? Во-первых, такой анализ делается только в России. Нигде в мире он не признан. И доказанной эффективности у него нет. Все почему? Потому что анализ по Осипову определяет всего лишь 56 видов микроорганизмов. А в человеке их проживают тысячи в одном только микробиоме. И каким образом вот эти 56 видов микроорганизмов могут воздействовать на организм? И вообще, как это интерпретировать, только Осипову известно. Второе, эта информация не может никаким образом повлиять на лечение. Представьте, человек болеет в данный момент. А лечение ему необходимо прямо сейчас. Анализ по Осипову делается 10-14 дней. Неужели человек будет сидеть и ждать, пока придет результат и после этого назначится лечение? А если это приведет к сепсису, к какому-то бактериальному сильному поражению и так далее? То есть, даже если бы он и определял все эти виды бактерий и действительно был бы информативным, но вот это вот длительное время до результата как раз-таки делает его бесполезным. Следующее, это вообще непонятно, как определить, у кого есть переизбыток, а у кого недостаток определенных бактерий. То, что для одного человека хорошо, для другого может быть критически. Потому что нет определенных стандартов, по которым будет точно понятно, вот столько-то бактерий должно быть у женщины вот в таком-то возрасте. Поэтому, как интерпретировать эти результаты, известно тоже ряду специалистов, которые их назначают. Но классической медицине, доказательной медицине неизвестны никакие стандарты, по которым можно интерпретировать анализ по Осипову. А от тебя назначали контурацкий анализ, ты пошел, сдал, а потом только спустя время понял, что биберда полный. Да, конечно. Мне лично раньше назначали анализы, например, на содержание микроэлементов. Тоже очень любят, особенно нутрициологи, да и мне, и моим пациентам тоже часто. Например, на кортизол, да, на гормон стресса. Дальше про него расскажу. Например, на содержание магния в сыворотке крови. И вроде как для тебя все это логично, особенно когда тебе специалист об этом рассказывает. И специалист может быть действительно суперубедительным в том, почему тебе нужен именно этот анализ. То же самое касается, например, биоимпедансметрии. Это когда ты держишься за ручкой, тебя проводит электрический ток и измеряет, в общем-то, состав твоего тела. И интересно, кстати, вот в этом исследовании то, что каждый специалист видит его как будто бы по-своему. И когда интерпретирует, он тебе рассказывает разные вообще показатели. В каждой клинике тебя его по-разному интерпретируют. И вот создание вот такого огромного количества исследований, оно приводит к тому, что у человека, который болеет, у него возникает каша в голове, потому что каждый интерпретирует по-своему и в итоге нету каких-то целевых значений. Поэтому я бы все-таки рекомендовал людям сдавать именно те исследования, на которые есть четкие стандарты и алгоритмы. Таким образом, в любой клинике, в любой стране мира будет подобрано одно и то же лечение плюс-минус и поставлен один и тот же диагноз, потому что есть четкие критерии оценки того или иного исследования. Следующий анализ – это прогестерон. Точнее, анализ на прогестерон суперинформативный, и его действительно нужно сдавать женщинам, но сдавать его в конкретное время. Дело в том, что прогестерон – это гормон репродуктивной женской половой системы. Он поддерживает беременность и женщину в случае наступления зачатия. В женском организме количество прогестерона меняется в зависимости от фазы менструального цикла. В первую фазу цикла прогестерон находится на низком уровне, она еще называется фолликулярная. И фолликулярная фаза длится от первого дня месячных до овуляции. Поэтому в фолликулярную фазу сдавать прогестерон не стоит. Олег, а почему у нас в России не очень никто анализов сдавать? Все дело, наверное, идет с детства. Я вот вспоминаю свое детство, когда я ходил в поликлинику, и такая медсестра в теле брала мой вот так вот палец, вот такое копье-скорификатор, оно реально огромное, и оно вот так вот тебе в палец, и ты потом смотрел, она понимала, что тебе, ну, дискомфортно, ты орешь, плачешь. Вот, она говорила, смотри, сейчас будет паровозик. Прикладывала тебе к ране вот эту вот стекляшку, и ты смотрел, как твоя кровь течет паровозиком. И тебя это должно было бы как будто успокаивать, но на самом деле это нифига не успокаивало. И это психологическая травма для многих, то, что они вспомнили, как тогда им в поликлинике когда-то бралась кровь паровозиком, и я думаю, то, что детишки в США все-таки играли в другие паровозики, а мы в Советском Союзе, рожденные, играли в паровозики из собственной кровищи. Поэтому нас теперь в поликлинику не так-то и просто загнать. Следующий бесполезный анализ – это магний в сыворотке крови. Действительно, магний очень важен, особенно для нервной системы. Он регулирует сон, бодрствование, он отвечает за вашу стрессоустойчивость, и действительно у подавляющего большинства людей магния мало. Но измерить его в сыворотке крови – это как найти иголку в стоге сена. В крови его содержится примерно 1%, а все остальное концентрируется в тканях и клетках. Измерить количество магния в тканях практически невозможно. Поэтому в крови его измерить можно, но при этом никакой практической информации это не несет. И действительно, когда магний колеблется, это может свидетельствовать о ряде различных заболеваний. Например, магния много при гипотириозе, при различных еще обменных нарушениях. Но измерять его абсолютно бесполезно. Поэтому, если у вас есть подозрения на дефицит магния, если вы находитесь в период беременности, если у вас повышенная тревожность, у вас бессонница, то вы можете спокойно принимать магний в дозировке 400 мг ежедневно перед сном. Но если у вас таких симптомов нету, то в целом и измерять его тоже не стоит. Если вы сейчас находитесь в замешательстве и не знаете, какие анализы нужно сдавать конкретно вам, что с вами происходит, то я изобрел медицинского бота, который надежно ставит диагноз на основании ваших симптомов и дает вам четкие рекомендации по каждому из анализов, которые нужны конкретно каждому из вас. Это удивительная штука, которую стоит попробовать каждому. Ссылка в описании. Следующий анализ – это гормон кортизол. Действительно, гормон стресса, который многие хотят измерить, он вырабатывается надпочечниками, и его особенно много во время стресса. Например, кортизол может повышаться еще во время курения, он может повышаться во время повышенной физической активности, во время психоэмоционального какого-то стресса, во время умственной работы, и что только не влияет на тот самый кортизол. Если вам кто-то назначил анализ на кортизол, важно понимать одну вещь. В этот момент вы 8 часов минимум не должны вообще двигаться, переживать, хоть какие-то эмоции испытывать, для того, чтобы его замерить. Это первое. А второе – сдавать его нужно несколько раз в одно и то же время. Только в таком случае хоть как-то можно примерно интерпретировать этот анализ. Но так как он катается, как будто по американским горкам, в течение вашего дня и зависит от огромного количества факторов, однократная сдача кортизола – это просто выброшенные деньги. Еще одно интересное исследование – это иммунологические тесты на пищевую непереносимость. Это действительно сейчас очень модная штука, которую назначают чаще всего аллергикам, людям с непереносимостью лактозы, людям, у которых есть повышенная какая-то реакция на определенные продукты, для того, чтобы выявить, а на какие же конкретно продукты есть непереносимость, и их, естественно, исключить. И некоторые люди попадают в такую ситуацию, что по этому тесту у них действительно огромный перечень продуктов, которым ни в коем случае нельзя. Но на деле они их кушают, и ничего плохого с ними не происходит. Либо, напротив, у меня была пациентка, у которой было выявлено большое количество продуктов, на которые она, естественно, реагировала психологически, и у нее действительно появилась непереносимость, потому что она себя таким образом запрограммировала. У меня же непереносимость по тесту, значит, будет и непереносимость в режиме реального времени. Есть очень много исследований, которые показывают, что на данный момент такие иммунологические тесты, они далеки от правды. Поэтому, возможно, в будущем, может быть, даже в ближайшем, они потерпят какие-то изменения и будут более правдивые. Но на данный момент это стоит а. очень много денег, а б. это не объективно, а очень субъективно узкое мнение лаборатории о том, какие же продукты вам можно и нужно кушать. Насколько вам нужно подтверждение на бумаге, и насколько сложно провести аналогию в реальной жизни, для меня не представляется каким-то сложным трудом. Для этого просто нужно обратиться к грамотному врачу, терапевту, диетологу, который мог бы определить даже по данным анамнеза ту или иную пищевую непереносимость. Какие анализы назначали конкретно каждому из вас? Обязательно напишите в комментариях. Я буду читать и отвечать. Правильно ли вам анализ назначили или нет? Распишите прям свою историю структурно, что с вами происходило, какие анализы сдали, что вам назначили и что показали эти анализы. Давайте почитаем. Я думаю, будет каждому полезен такой интерактив. Итак, три обязательных анализа, которые нужно сдавать абсолютно каждому ежегодно. Первое – это общий анализ крови. Он гарантированно показывает, есть ли у вас воспалительные процессы в организме, есть ли у вас всевозможные дефициты, начиная анемией, заканчивая тромбоцитопенией и разными дефицитами кровотворных клеток. Далее – это анализ крови на глюкозу. Его обязательно сдавать каждому раз в год. Глюкозу нужно знать. Дело в том, что 50% диабетиков даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет. Это критическая огромная цифра. И представьте то, что люди ходят как на бароховой бочке. Однократная сдача глюкозы может их уберечь от страшных последствий диабета. Третье – это анализ на холестерин. Не просто холестерин, а по фракциям липопротеиды низкой и высокой плотности. Поэтому можно прогнозировать, а когда у вас наступит атеросклероз сосудов, будет ли он вообще. И самое главное – вы сможете его предотвратить, потому что вовремя повлияете на свой уровень холестерина. Поэтому, сдав вот эти хотя бы три анализа раз в год, найдя время, они абсолютно недорогие, но супер информативные, вы себе продлите качество и длительность жизни.